Всем привет, друзья, товарищи, канал Покемоша Лайф. Без лишних предисловий, вагон, и не простой, а крытый, да еще полудеревянный, лучших времен МПС, и кроме того, в правильном окрасе, радикально суровым коричневым суриком. И все это от компании Мадемио. Тарам! А хотя, погодьте, чекнем состав, это очень древний видосик и все такое, но в нем мы должны увидеть нашего пациента в естественной среде обитания, так сказать. Сейчас мотнем вперед слегка, тут фитинговые платформы. Вот он, вот, смотрите, деревянный, как бурый тина, настоящие ретро. Теперь точно, можно сказать, тарам! Тарам! И вот она, долгожданная посылочка. Спецвыпуск номер один, наши поезда. Сам пациент и журнал. Вот такой журнал. Спецвыпуск номер один. Пациента пока в сторону. И вот он, пожалуйста, ребята. Получается, Мадемио решили сделать некое ответвление от основной серии, так называемые спецвыпуски, где, по всей видимости, будут производиться вагоны. Можно только приветствовать такое решение. Ну, поехали! Как и в основной серии, спецвыпуски также будут иметь три раздела. Крытый товарный вагон, 40 человек, 8 лошадей и Нижний Тагильский вокзал. И вот он, наш герой, смотрите. Серии 11066. Алтайвагонзавод на 63 тонны. Как по нам, это самые правильные грузовые вагоны. С деревянной обшивкой кузова и каркасом раскосно-сточной конструкции. Ну, конечно, металлическая рама, зато пол обшит деревянными досками. Идем дальше. И здесь тоже стилизованные чертежи. Крытый товарный вагон. Нормальный товарный вагон 1901 года. Кстати, про нормальный товарный вагон мы делали ролик. Некоторое время назад на нашем канале. А вот прекрасная фотография. Смотрите, крытый вагон с деревянной обшивкой. Да еще и зеленый. И, кстати, здесь нет дополнительного люка. Первые шаги индустриализации. И здесь, по традиции, технические характеристики вагона. Год создания. 60-й год. Ммм, ты какая. Рассказывается о реконструкции подвижного состава и даже путевого хозяйства. И вот чертежи нашего героя. Как раз модель 11066. Вау, работы мастера Гампса. Итак, что мы здесь имеем? Имеем картинку типичного крытого вагона. Модель 11066. Здесь, кстати, уже прошла модернизация. Вот эта деревянная обшивка была заменена на металлические торцевые стенки. На заводе при капитальном ремонте. Обшивались листами толщиной 3 мм. Ребята загружают арбузы. Вот так по башке это прилетит, будешь швырять. Охрана труда на вас нет. А машинка не иначе, как 130-й зилок. Похоже, два топливных бака и вот запаска сзади. Да еще и с увеличенными бортами. Вот самолет летит. Похоже, У-2. Поправьте, если я ошибаюсь. А сам вагон прорисован очень классно. Непонятно, кстати, что у него с тормозным рукавом. Он куда-то уходит к тормозному башмаку. Видите? То есть получается, рукав и башмак, они образуют единую конструкцию. 40 человек, 8 лошадей. Да, действительно, эти вагоны могли перевозить, несмотря на свои скромные размеры, до 40 человек. И иногда я читал, делили вагон пополам. Здесь 4 лошади, а здесь 20 человек. А посередине печка. Это, конечно, жесть. И вот очередная красивая картинка. Тоже крытый вагон, но уже совсем старомодный. Хотя и на 4 осях. Букс еще с подшипниками скольжения. И сверху, видите, еще имеется поручни, чтобы персонал мог ходить по крыше. Тарам! О, как обычно, вокзалы. В этот раз город Нижний Тагил. Вон какой он был деревянный и ламповый. Привет Нижнему Тагилу. А здесь заметка Алексея Вульфова. Нет, Роман Молочников. Вагонетки грузовые вагоны. Получается, в этой серии будет уже другой автор. Ну ладно, лишь бы интересные заметки были. Картинка одного из самых первых грузовых вагонов. А здесь немножко рекламы. И в этот раз очень классно, потому что, смотрите, на базе 51-го газика некий топливозаправщик предлагается легендарной грузовике СССР. И, наконец, спойлеры. В следующем выпуске специальной серии Мадимео хотят выпустить Хоппер Дозатор. Зерновоз, видно, модели 19752. Ждем начала реализации. Ну а здесь собери всю коллекцию. 150 выпусков, история дорог, правильный масштаб. Подписка будет бесплатной, если оформить ее на сайтах. А также будут рельсы со скидкой. Прекрасный журнал, тем более про грузовой вагон. Про них вообще мало популярных журналов. Переходим к пациенту. Вот он, крытый вагон. Спец выпуск номер один. Наши поезда Мадимео. Интересно, что ребята первым решили выпустить не полувагон, как самый массовый, а именно крытый. Но это даже круче. Откупорим кубышку. Ускоряем музычку. Три, два, один. Распаковка завершена. Крытый вагончик. Сначала так посмотрим. Первое впечатление очень классно. Выглядит он изящно, очень копейно. И достаточно тяжелый. По традиции, начнем с крыши модели. На реальных моделях этих вагонов крыша была уже металлическая. Вот такая гофрированная. С настилом и загрузочными люками. Настил, кстати, можно выкрасить другим цветом. Имеется даже клеицы с элементами крепления этих досок. А вот и загрузочные люки. И вот еще дополнительные, видите, два лючка сверху. Тоже показано. В целом, крыша выглядит очень прикольно и элегантно. Переходим к боковым стенкам вагона. Красота. В этот раз Модемио порадовали нас вот такими специальными надписями. Этакая тампонажная печать. Смотрите, имеется номер вагона. Причем номер правильный. Во-первых, он начинается с двойки, как и должен начинаться крытый вагон. А во-вторых, номер еще семизначный. Что соответствует той исторической эпохе. В 80-е годы весь подвижной состав стал номероваться восьмизначными кодами. Ну, а здесь еще семизначный. Даже дата постройки видна. Построен Алтайвагонзавод. 78-й год. Офигеть. Вагон уже на роликовых подшипниках. Вот значок роликовых подшипников. Показана тара 22 тонны. На двери имеется вот такая полоска, что означает самую уплотняющуюся дверь. То есть не надо ставить дополнительный щиты, если мы перевозим какие-то сыпучие грузы. Производитель не забыл даже нанести вот такой черный квадрат, который обычно был на вагонах. Для того, чтобы мелом наносить разные специальные надписи. Прекрасно сымитирована деревянная обшивка кузова вагона. И вот такие металлические фермы, образующие каркасы. Смотрите, даже клепки имеются. Вот они, клепочки, клепочки, клепочки. Не забыл производитель вентиляционные люки. А также показал дополнительный люк. Вот этот люк необходим для ослабления давления сыпучих грузов. Перед тем, как открывать основную дверь, открывали сначала вот этот люк. Часть груза высыпалась, и дверь можно было уже вот так вот открыть. А вот и крепеж показан двери. Смотрите, как копейно. Заодно с кузовом отлит поручень для составителя. И вот подножка. Торец вагона. Да, здесь тоже вагон, который прошел капитальный ремонт, потому что видно, что торцы уже металлические. При маневрах деревянная обшивка часто повреждалась, и потом на кэре решили ее менять. Отдельные детали выполнены на лестнице на крышу. Автосцепка, как обычно автосцепки у Модимио. Рука в тормозной магистрали. И даже концевой кран показан. Крантик можно выкрасить в красный. Расцепной рычаг автосцепки, смотрите. Даже показаны болты крепления кронштейна к раме кузова. И вон, смотрите, еще деталь. Сюда вешается красный диск ограждения хвоста грузового поезда. И вот этот элемент крепления красного диска, он тоже здесь представлен. И даже поручень еще сверху. Детализация вагона, как по нам, очень высокая. Переходим к экипажной части. Тележки нашего героя. Самые распространенные модели. 18-100. Колесные пары крутятся. Колесные пары крутятся и очень легко. Колесные пары по поверхности катания, пожалуй, можно выкрасить серебрянкой. Будет еще круче. А вот и наша тележка. Посмотрите, мы выкрасили поверхность катания колесных пар серебрянкой. И тележка сразу заиграла. Видите, какая красота. Главная рама вагона. Похоже, рама выполнена из металла. А вот так выглядит вагон с выкачанными из-под него тележками. Хорошо видна хребтовая балка, шкворневые балки и прочие элементы силовой конструкции рамы. Вот он, запасный резервуар. Полноценный. Очень правильно выполненный тормозной цилиндр. И впервые мы Димео сделали даже воздухораспределитель. Вот поглядите, такой детальный воздуханчик. Наверное, еще 270-й грузовой воздухан. Офигеть! И главное, магистральной части показано. И даже двухкамерный резервуар. И вот от тормозного цилиндра через балансиры идут вот такие тяги. Прямиком к тележкам для торможения. Экипажные части автотормозного оборудования вообще классные. Рама кузова, по всей видимости, съемная. Можно видеть два самореза. Вот как-то так. Давайте сейчас поставим его на рельсы. Сразу же встал и смотрите, как он прекрасно катится. Великолепно. Офигеть. Ой, за тупиковую призму выехал. А теперь попробуем поставить нашего героя на пиковские рельсы. Рельсы древние, с кустами из гнилых шпал. Но ничего-ничего. Вроде как встал. И даже катится. Правда, катится менее уверенно уже. Но немножко покатать можно и на них. Вот так вот. Смотрите, какая мысль еще у нас родилась. Как известно, мы Демеева выпускали. Вот такую прекрасную модель ЧМ-3. Видите, у нас уже есть декали. 4410. Спасибо Егору. Горьковская дорога. Вот здесь вот сверху номер тепловоза. Старцанов в родовом листе тоже имеется номер. Вот такая модель. Мы ее тоже обозревали. Давайте нашего сегодняшнего героя поставим рядом с тепловозом. Тепловоз. 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 И вагон. Ну вот, впервые, наверное, мы обозрели крытый вагон. Надеемся, вам понравилось. Проверьте хоть подписку на канал и можно еще лайк или диск поставить. Обязательно напишите, как вам эта модель и какой вагон мы Демеева должны выпустить в следующий раз. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и до новых видео.